Доброго вечера! Я продолжаю освещать светское и магическое мероприятие Бал Мистериум Магнум и День рождения Доны Луны. И рядом со мной известный, молодой, симпатичный автор, сценарист, режиссер, поэт авторского кино. Привет, Иса Мустафаев! Здравствуйте, вы немного ошиблись. Я неизвестный человек, я зрителей хочу предупредить. Я начинающий актер и режиссер. Знаешь, если ты засветился в Ютьюбе, собрал там хотя бы 10 тысяч лайков, это уже известен. Так что не занижай никогда своих... Можно получить, а собрать можно просмотры. А, ну вот, видите, еще получаешь. Нет, я хочу... Ну ладно. Девушки забирают маски. Вот видите, какая носатая маска. А какие вы мои фильмы смотрели, что вы меня называете? Измена. И фильм про Джигурду. Расскажи, ты общался с самим... Как его зовут? Никита Бориславович Джигурда. Да, ты достучался до сердца, до души самого, неприступного. Расскажи кратенько про ту работу, которую ты с ним проделал. Не отнимай меня, это нельзя делать. В моих ручках микрофон должен быть. Фильм называется «По секрету мы все боги». Secretly we are all gods, как говорит мой наставник Никита Борисович Джигурда. Я в 2016 году поступил учиться в Щукинское театральное училище. И там я столкнулся с такой проблемой, что не все этюды допускают до показа почему-то. Даже хорошие этюды. И хороших актеров не допускают, потому что преподавателям некоторым почему-то не нравятся студенты. Из-за их характера, из-за их стремления. Ну, разные моменты бывают. Зависть. Да, там много гомосексуалистов в то же время преподает. Но мы не являемся гомофобами, но есть такая тенденция. И я узнаю, что Никита Борисович Джигурда, вы представляете, находится в черном списке в Щукинском училище. Его хотят убрать с сайта, его фотографию, типа он позволит. Борис. Да, и хотят убрать, там есть такой портрет написан, курс Евгения Рубеновича Симонова. Джигурды, художественный руководитель, хотят оттуда снять Джигурду. Я про это узнаю, начинаю смотреть все ток-шоу. Малахова пусть говорят, прямой эфир. Это вот наследство Людмилы Барташ, если вы знаете, Джигурда получал. Вот этот скандал я изучил и вышел в его образе. Сказал, слава Руси велика и неделима и так далее. Все офигели, да показа не допустили. Потом я в образе Кадырова вышел, Романа Виктюка. И мне пришла мысль в голову снять фильм о Никите Борисовиче Джигурде. Это где-то когда... Ну, хочу ваши руки потрогать. В январе пришла мне такая мысль. Все успешно, когда мы увидим... Две части снято. Мы сразу сняли две части. А сколько предполагается? Предполагается еще продолжение. Будет фильм оккультный, такой религиозный, там, про буддизм, про оккультизм, про эзотерику, про шаманизм. Про то, что он придумал, вот Орден Балавадский он расскажет. И также я планирую сейчас снимать сериал. Это эксклюзив, это нигде не объявлено. Джонат Хан, охотник на монстров. Ты говоришь еще, что у тебя великое будущее. Я просто буду потом радоваться. Я сидела с ним на одном кресле, я его маску трогала. Знаете, я скромный человек, я к этому не стремлюсь. Сейчас я немного маску одел такую пафосную, чтобы зрителям, ну, для рейтинга, чтобы посмеялись на нему. Да-да-да, пожалуйста. Два дебила вообще. Мне кажется, это никуда не пойдет. Для себя. Для себя. Это никуда не пойдет. Да-да-да, надевай свой этот, покажи. Носатые мужчины, они все очень страстные. Это как эксперт. Да-да-да. У нас вот Иван Кононов, да-да, перебивка. Фильм «По секрету мы все боги» доступен для просмотра на сайте ВКонтакте. Сейчас монтируется продолжение. Никита Джигурда «По секрету мы все боги», часть вторая. Она будет 26 минут идти. Первые 9 минут. Ее уже посмотрело 11 тысяч человек. А вторая, она идет 26 минут. Там Никита Борисович расскажет о Второй Чеченской войне, о студенческих годах, о ролях, которые он мечтал в то время сыграть. И он там предстает настоящим. Там нету голоса такого. Там вот тембр настоящий. Такой пусклевый-пусклевый. Нет, он похож на Высоцкого. Мужской голос все равно. У него 3-4 голоса. У меня Джигурда до тела еще не допускал. Он сбегает все время от интервью. А, ну сегодня он придет, у вас будет возможность взять интервью. Да, мы его возьмем, да? Вообще, благодаря Джигурды, вот без привлечения у меня жизнь наладилась. У меня с Лёхием была проблема из-за курения колянов. У меня бронхиальные связки, что-то там сузилось. И я начал мантры. И соседи это все слышат. Круто, круто. Смотрите, как по им соседям. Я думаю, что они очищают свою энергию. Ну, а мы продолжаем, значит... Продолжаем, я сейчас поеду еще стихи прочту. А, стихи? Ладно, давай. Со скольки ты пишешь? Ты давно пишешь стихи? Ну, последние 2 года. Вот последнее напишу. Прочту. Я целую женскую душу, Лестью ее слегка намочив, Слова правды в себе пробудив. Я не змей и не идол коварный. Я романтик, живой и бездарный. Блин, тебя еще и бабы будут любить. Я вот смотрю и думаю, что такого романтика... Мне кажется, уже до подъезда. Вот посмотрят, еще больше будут любить. Слава, творчество и богатство. Еще одно стихотворение. Враг повержен. К богам является Будда. Люцифер обнимает Христа. Великий Кришна вернулся. Со скалы сошел Прометей. А с Мадей вытирает слезы сирот. Раздает золото бедным и рот. Рассеял мрак Аполлон. Унила воскрес фараон. Даджай читает Писание. Пока я учу заклинировать. Яхвы, Адонай или Господь. Сделай вечный. Сейчас еще перепишем. Другое секретаре не пошло. Это же потом пойдет в Инстаграм, да? Да. Это секретаре обязательно не выставляйте. Упал это, запнулся. Что у меня еще есть? Про любовь? Давай про войну. Вот про ИГИЛ есть. Про войну. Я надел твои рога. Уничтожил ИГИЛ. И отдал джинам их души. И обнял Прометея. Ведь он мне как брат. Пришло время покоя. Пришло время молитвы. Блаженство близится час. Справедливый Будда для нас. Последнюю тайну припас. Вспомни Ореса. Вспомни Какайна. Пока не настала зима. Имеется в виду ядерная война. Это для людей. Почему из-за религии вы делите друг друга, врагами становитесь, убиваете из-за этого? Религия, потому что это власть. ИСА, спасибо тебе. Я буду следить за твоим творчеством. И желаю творческих успехов. Ненавижу. Под мой инстаграмм i.m.issa.m. А, М, Иса, М. Ну, вам Ирина расскажет. Да, я все расскажу. Я буду освещать все... Смейтесь, господа. Смейтесь, господа. Сегодня я был в маске эмоционально. И то, что я сказал, это лишь часть моего творчества. В жизни я совсем другой человек. Как и в постельных отношениях. Я, между прочим, освоил тантрический секс. Это половой акт. Это половой акт. Ну, ты знаешь, мы же позже вчера... Тантрический акт – это половой акт длиннее шести часов. Да, а тут я, видите, такая потрепанная. Я похудела. Это лучший способ, лучший диет девочки. Так что тантрический секс – это вещь. Это была Ирина Михеева. Специально для канала Showmans.